ВОЕННАЯ ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНА Другой вопрос, что даже понимая полный расклад ситуаций, немногие готовы брать на себя ответственность и, например, вооружать территориальную оборону, как это произошло в Белгородской области. Области, граничащей с территорией военных действий, где сейчас активно продолжают обстреливать мирное население. О готовности российской территориальной обороны отразить нападение в ИФУ речь пошла лишь после пересечения российских границ вооруженной роты украинской армии или, как ее назвали мои коллеги, группой диверсантов. Как у нас говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но это другое. А с вами я, Ксения Лебедева. Здравствуйте. Инцидент в Белгородской области Заставил посмотреть на ситуацию на Украине и в обратном направлении. Оказывается, украинская власть не то, что договариваться не планирует, но и желает конфликт масштабировать на Россию. Все равно эти налеты будут продолжаться. Тактического и тем более стратегической пользы для Киева от них не будет. Они будут пытаться раскачивать в том числе и российское общество через эти удары, через вброс фейков, которыми и сегодня оперировали ЦИПСО во время этой операции. Будут пытаться создавать ощущение беззащитности у жителей внутренних территорий. Вот люди уже мне пишут ежедневно, когда это закончится, когда мы начнем давать достойный отпор тем, кто обстреливает Шебекина, Муром, Новую Товолжанку и так далее. Вот они пытаются добиться того, чтобы у нас в обществе пошел разброд и шатание, а военного урона такие налеты не нанесут. И вот сегодня стал острый вопрос, что делать с приграничным российским территориям. Пришли к выводу, что нужно активизировать терроборону и в том числе ее усилить оружием. Как будет действовать местное население терроборона в случае прорыва ДРГ? Очень просто. Они не будут изображать из себя каких-то супергероев, спецназ и так далее. Люди прекрасно понимают, и это по опыту той же Запорожской области, Херсонской, как показывает практика, это считанные дни нужны для понимания, считанные часы для какой-то практики, стрельбы и так далее. То есть люди будут блокировать данные группы, уведомлять ответственные органы о появлении той или другой группы где-либо, а зачастую просто их уничтожать в зависимости от уровня подготовки. Интересный момент, что в Беларуси работа с добровольческим активом, с ополчением ведется уже в течение года на всякий случай. Учимся на ошибках старших товарищей. Да и наш президент регулярно напоминает, что порох лучше держать сухим. И на то у нас есть основания. Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве, к сожалению, и в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований. Предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Ставится прямая задача совершения тарактов на территории Беларуси. То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. Мы этого не допустим. Виктор Хренин, министр обороны нашей страны, четко объяснил систему работы народного ополчения в Беларуси и ответил на вопросы, которыми задавалась деструктивная оппозиция. В закон заложены ограничения, кто не должен попасть в народное ополчение. Когда было принято решение, что будет готовиться законопроект, оппоненты власти тут же возбудились. Мол, давайте мы запишемся, нам дадут оружие, и мы его повернем против власти. Именно исходя из этого и принимались решения ввести ограничения. Мы дали больше прав сотрудникам Министерства внутренних дел, а именно участковым, которые знают всех граждан в лицо и поименно, а также Комитету госбезопасности ограничить тех граждан, которые не должны попасть в отряд народного ополчения. При этом белорусский деструктив, базирующийся за границей в Польше, Литве, Украине, полагает, что, расшатав ситуацию внутри России, тем самым ослабив армию и деморализовав общество, они смогут открыть себе путь и на Беларусь, заручившись, к слову, поддержкой Польши. Давайте приготовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Разговор про то, чтобы мы не проспали этот момент. Нужно быть готовыми поддержать наши войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины им помогать, как и украинцам. Новость, что Польша готова поддержать вооруженный переворот в Беларуси, облетела все дружественные и недружественные ресурсы. С нашей стороны мы говорим о готовности силового блока и что каждый, кто сунется в Беларусь без приглашения, получит заслуженно по шапке. Оппоненты кричат, что подобное сообщение со стороны Польши нужно использовать, что эта новость должна держаться в новостной повестке так называемых независимых помоек на регулярной основе, мол, все в Беларуси должны знать, что калиновцы придут в Беларусь с мечом, чтобы якобы объявить здесь новую Беларусь. Только странно, что никто не говорит с той стороны, что от своего меча они и погибнут. Последние меня мало интересуют. Собаки, собачья смерть. Интересует другое. Экс-заминистр обороны Польши генерал Вальдемар Шипчак, когда говорил, что нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко, и что Варшава готовится к поддержке восстания военным путем. Он же это не от себя говорил. Правда? Мы все хорошо понимаем, что это своего рода тест, как для польских граждан, так и для белорусов. Проверка реакции, анализ на проецируемую ситуацию. А что если в том числе проверка к действию скрытых БЧБшников, сотрудничающих с заграничным деструктивом? Что это? Смещение акцентов, информационная профанация, попытка запутать или запугать? Напомню, что белорусские боевики-коленовцы находятся в составе ВСУ под бдительным контролем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Являются преступниками и предателями. Мы все докладно разумеем, что без ослабления России, без переноса хаоса у России и сам Кремль, конечно, наши максимумы будут обмежеваны. Когда там остаются российские войскы, когда остается российская поддержка, когда Россия не разваливается, то чекать, что у Беларуси начнется хистаться режим и створаться позитивные умовы для внутреннего протеста, культу, для внешнего захода в Беларусь мы не можем. Западное ЦИПСО делают вбросы с помощью бывших военных, якобы надежных источников. А по факту мы хорошо понимаем, что их используют как говорящую голову для легализации того или иного убеждения. Сообщение поляка выглядит в том числе как затравка для белорусского деструктива, как это случилось в Белгородской области, где боевики были россиянами и весь аналогичный сценарий рассматривают и для Беларуси. Сегодня у нас в студии военный эксперт Андрей Красовский, полковник в отставке, ветеран спецподразделения пограничных войск ОСАН. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. А вот случай в Белгородской области, когда якобы ДРГ проникло на территорию и пыталось дезорганизовать тылы и в том числе гражданское общество. По своей сути это ДРГ было, либо это было что-то другое все же? Назвать это ДРГ сложно, потому что, в общем-то, это рисковое подразделение уровня где-то ротной тактической группы, усиленное, усиленное танковым взводом, насколько есть информация. Что такое ДРГ? ДРГ – это диверсионно-разведительная группа, которая прежде всего работает скрытно, конспиративно, чтобы эффективно выполнить свои задачи и, соответственно, уйти после выполнения этой задачи. Они должны делать это скрытно. Поэтому отнести это к ДРГ сложно. Если говорить про задачи, которые войсковое подразделение выполняло на территории Белгородской области, вот на ваш взгляд, что это было? На мой взгляд, это была как раз-таки отработка какой-то схемы, какая-то проба пера, наверное, для того, чтобы поменять формы борьбы в будущем. В такой войсковой группе работать без боевого обеспечения – это невозможно. То есть, в любом случае, их кто-то направлял, им кто-то подсказывал, обеспечивал. Поэтому дезорганизацией как раз-таки занимались, ну, не столько, неправильно будет сказать, пылы, сколько тех действий, которые необходимо было провести в рамках КТО. Поэтому не одна там ДРГ была, и, соответственно, они, конечно же, полагались и на местные какие-то оперативные позиции, какую-то агентуру. Из числа жителей, может быть, местных, из числа граждан, в том числе и граждан России. То есть, это именно была новая, какая-то новая схема, значит, будущих атак. Контрнаступа той войсковой, большой войсковой операции не будет, нет у них, не хватает ни сил, ни средств. А вот это, наверное, можно предполагать, что будет что-то подобное. Ну вот русский добровольческий корпус, который, скажем так, часть вот этой роты, подразделение, которое пробралось на территорию Белгарской области, не стесняясь, заявила о том, что да, это были мы, устроили пресс-конференцию, то есть это такой этап гибридной войны. Но по своей сути, после этого уже Гладков, скажем так, руководитель Белгарской области, заявил о том, что, разговаривая с людьми, они озвучивают, что когда украинцы их держали, то была слышна в том числе английская речь и польская речь. То есть можно ли говорить, что вот РДК-то как такового, русской составляющей там было не так уж и много, что в основном они укреплены наемниками сегодня? Достоверно, конечно, мы не можем сказать, сколько там было в процентном отношении, в количестве, но это так. Там были и наемники, там были и граждане Украины, различные специалисты им нужны были по различным направлениям. И, конечно, они-то сделали сборную солянку, можно так сказать. Но была вывеска, была вывеска, которая может быть как раз-таки для, прежде всего, гражданского населения России или той пятой колонны, которая есть там, которая должна быть уверена, должна быть поддержана в случае, когда там могут начаться какие-то мероприятия по дестабилизации обстановки внутри России. Потому что они поняли, что в открытом бою у них ничего не получится, нужен внутренний взрыв. Это у них не раз уже получалось. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, это на фотографиях среди русского добровольческого корпуса был замечен в том числе и боевик Янки, тот, кто сейчас воюет на стороне ВСУ и является одним из бойцов, скажем так, боевиков, так называемого полка Калиновского. Вот как вот эту ситуацию можно оценивать и можно ли говорить о том, что РДК и полк Калиновского по своей сути это одно и то же? Это так. По своей сути это одно и то же. То есть это, в принципе, предатели. Дело в том, что предатели, они, по сути, свои, в общем-то, трусы. А таких вот с харизмой предателей их немного. Поэтому те, которые готовы, в общем-то, взять в руки оружие и пойти воевать. Но они есть, они есть. А под этой вывеской дополняют туда и через частные военные компании иностранные, значит, каких-то наемников. И будут профессиональные разведчики, которые будут участвовать в этих мероприятиях, что украинские, что и других стран. Это классика вот именно гибридной войны. То есть ничего нового не происходит? Старые сценарии используются просто в новом земле. Да, да. Андрей Витальевич, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Традиционно для входа на ту или иную территорию ДРГ и другие ВФУ необходимы для дестабилизации тыла и создания впечатления, что ситуация не контролируется властями. Для этого могут использоваться террористические акты, как, например, подрывы ЛЭП и железнодорожных путей в России. Ряд подобных попыток в Беларуси и в Мочулищах, и в Гродно, и на 9 мая в Минске были остановлены благодаря слаженной работе правоохранительного и силового блока страны. Но чем с большим противостоянием сталкивается противник, тем изворотливее становится. Но полагаю, что это для наших спецслужб не помеха. И это не другое. А с вами была я, Ксения Лебедева. До встречи в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин